Такой зверюга вызывает много вопросов. Он больше похож на самоделку для труднодоступных мест. Будто кто-то хорошо поработал над обычным Уралом и добавил ему еще дополнительную ось. По факту так и есть. Эта работа была проделана мастерами из Сибири. Вот только это не частная самоделка, а сибирский вездеход, который выпускает небольшими сериями компания из Омска. Такой восьмиколесный монстр на полном приводе прозвали не иначе как Ураган. В его основе лежит база грузовика Урал 4320. Но чтобы довести его до такого состояния, конструкцию перебрали, усилили и доработали. Такое шасси выбрали из-за капотной компоновки кузова, а также долговечности, надежности и неприхотливости в обслуживании. В процессе создания базовый грузовик разбирают вплоть до рамы, а затем начинают полностью перестраивать. Узлы и агрегаты обзаводятся новыми местами, поэтому раму переклепывают. Но больше всего интересно добавление еще одного поворотного ведущего моста, который следует сразу же за передним. Такая конструкция снижает давление на грунт, что дает грузовику большей проходимости. Но в крутом склоне он будет чувствовать себя королем, так как обычным трехосникам такая задача не под силу. Но помимо этого он может преодолевать глубокие рвы по ширине с колесо. Ураган спокойно может преодолевать водные преграды глубиной до двух метров. Силовой агрегат ставят на выбор. Им может быть как шестицилиндровый дизельный мотор ЕМЗ-236 на 230 л.с., так и восьмицилиндровый ЕМЗ-238 на 240 л.с. Озвученные моторы работают в паре с пятиступенчатой механикой и двухступенчатой раздаткой с блокируемым дифференциалом. Такой вездеход могут выпускать с разным набором комплектов, среди которых тягачи, самосвалы, лесовозы, бензовозы, вахтовики и другие. Длину рамы тоже могут сделать под себя, либо оставить стандартную, либо удлинить. Что касается кабины, то у нее есть вариант со спальником. По большому счету набор кастомных решений огромен. Что отличает такой северный Урал от стандартных, так это большая грузоподъемность, которая составляет чуть больше 20 тонн. Таким преимуществом не могут похвастаться не то чтобы обычный Урал, но и другие вездеходы и болотоходы. Наверняка у многих возник вопрос, сколько такой вездеход стоит. На самом деле не так уж и много по сравнению с зарубежными аналогами. Так, базовая версия в стане 3,5 миллиона. Больше всех мне понравился самосвал, очень эффектный вид у него. Если сравнивать с трехосной версией грузовика, то проходимость Урагана будет куда выше. Конечно, такая мощь вездехода сопровождается и повышенным расходом топлива. Такой вездеход идеально подойдет для ограниченных сфер. А вы бы хотели прокатиться на Урагане? Редактор субтитров А.Семкин